Путина готовят на тайную операцию. Большая часть его жизни уже прошла. В Кремле уже подготовили целый план прикрытия. Поэтому ведете себя так нетерпеливо. Чем на самом деле болен российский диктатор? Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. И кто может заменить Путина в случае смерти? Читайте по губам. С дня на день Путину предстоит новая спецоперация. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Но на этот раз личного характера по здоровью. Мы как мученики попадем в рай. На период операции Путина в Кремле даже подготовили ему прикрытие. А об этом в телеграм-канале заявляет блогер генерал СВР. Подготовлены свежие консервы с короткими выступлениями президента. Видеоучастие Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов прикрытия, заготовок должно хватить как минимум на 10 дней. Видео-заготовки с Путиным в последнее время очень популярны. Сейчас обговаривают разнообразные фейковые видео, которые используются вроде как с присутствием Путина, где на самом деле он физически не присутствует. Где его потом, скажем так, монтируют при помощи компьютерных технологий. Пока Путин физически отсиживается в бункере, магия монтажа помогает ему быть везде, где душа пожелает. Хоть на церемонии чаепития с летчицами. От этого никуда не уйти. Хоть на похоронах Жириновского. Кроме этого, Путина будут страховать двойники. Передвижение президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность прохода дублера перед публикой. Все в принципе готово. Российский режим способен максимально создавать огромные объемы неправдивой информации. Могут его вмонтировать в те или другие объекты и показывать это. Поговаривают, что у Путина уже давно есть двойник. И не один. О двойниках говорили тогда, когда необходимо было показывать Путина издалека, чтобы засвидетельствовать его присутствие. На когда запланирована операция Путина неизвестно. Но временной отрезок уже якобы определен. По словам блогера, операция должна состояться в промежутке с часа до двух ночи. Среди медиков, которые будут вести все манипуляции, исключительно российские специалисты, которые прошли многоуровневую проверку. Смотрящим по стране на время отсутствия Путина якобы будет Николай Патрушев. Это решение было оговорено заранее. Все ключевые фигуры в президентском окружении в курсе. Уже несколько лет у Путина наблюдают признаки различных болезней. А его болезненный вид – одна из топ-тем для обсуждений. Путин, безусловно, очень больной человек. Его физическое нездоровье вполне себе имеет место. Он действительно болен, его лечит. Диктатору приписывают целый букет болячек. Онкологию. Рак, но это некрасиво, это кишки. Он получает определенные препараты или химиотерапию. А еще судачат о расстройствах мозга, вызванных болезнью Паркинсона, которая является результатом лечения от рака. Об этом еще год назад писали и британские таблоиды. Они фиксировали и странное положение рук, и нетипичное перебирание ногами, и неравномерную походку Путина. Но и это не весь список возможных заболеваний Путина. Доктора-неврологи выразили мнение. У него болезнь Геттингтона. У него, да, действительно есть тремор, непроизвольные движения в конечностях. Отекшая кисть, отекшее лицо. Год назад прогнозировали, что Путин не выдержит и пойдет в отставку в конце 2021-го. Но этому верили не все. Путин распространял слухи про свое здоровье для того, чтобы явно конвестировать реакцию окружения, общества, элиты, кто куда будет бежать и кто будет готов ему предать. Но на конец 2021-го и начало 2022-го у Путина были другие планы. Насколько удачная будет операция и выживет ли Путин после нее, прогнозировать на этот раз никто не берется. Вы имели в виду ваше здоровье, мое или чье? Все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Например, что-то с Путиным случится. То не исключено, что нас будет ждать серьезная борьба за власть среди представителей российской политической элиты, пока кто-то один из них не победит. Не беспокойтесь, все нормально. Но все нормально это только у Путина. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News рассказывает, что российский диктатор действительно болен. У него рак. И в России уже готовят госпереворот. Путин находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько серьезных заболеваний. Одно из них – рак. Через три месяца Буданов прогнозирует переломный момент в войне с Россией. А ее завершение и полная фиаско России будет уже к концу года. Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. Второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым. Продолжение следует... Продолжение следует...